МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно учебникам биологии, человек произошёл от обезьян. А вот всемирно известный палеонтолог Франц Вейден Рекс ещё в середине прошлого века выдвинул сенсационную гипотезу о том, что человек разумный является прямым потомком доисторических великанов, то есть по-научному гиганта Питека. Как ни странно, но свидетельств тому великое множество. Это и находки археологов, и даже библейские тексты. Вспомним хотя бы эпизод, в котором Моисей переводит евреев из Египта в Древнюю Палестину. Кого увидели в Палестине древние евреи? Книга Бытия на этот вопрос даёт точный ответ. Там видели мы исполинов, сынов инаковых от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча. А вот как сотворение человека изложено в священной книге мусульман Коране. Аллах создал Адама ростом в 60 локтей. Каждый, кто войдёт в рай, будет как Адам, но люди на земле будут уменьшаться в размерах. 60 локтей – это вам не метр с кепкой. Выходит, Адам, первый человек, тоже был великаном. Какие удивительные совпадения. Коран, предание ацтеков и майя, и даже Библия. Все в один голос утверждают – древний человек представлял собой гигантоподобное высокоразвитое существо. Но интереснее всего, конечно, находки археологов. Вот на них мы сейчас и посмотрим. В горах близ Нахичевани есть таинственная пещера Асхаби-Кеф. Она упоминается в Коране и древней шумерских текстах. Внутри неё прямо в скале отпечатаны семь огромных человеческих фигур. Из пещеры тянется цепочка исполинских следов. Эти артефакты были обнаружены экспедицией востоковеда Андрея Полякова. Эти следы, они такое впечатление, что был расплавленный камень, когда наступали. И это видно по геологии. Вот эти фигуры семен, которые находятся на Нахичеване, вмяты как будто. Он говорит, это тоже видно, что это какое-то техногенное было усилие, чтобы туда вмять. То ли это скульптуры какие-то стали, то ли ещё что-то такое. Но они видны, что вмяты, потому что это не природа, не можно такое нарисовать. Андрея Полякова поразила ещё одна деталь. Вход в саму пещеру завален изнутри. Неужели там скрыты следы гигантов? Но кем они были? И откуда здесь взялись? Ответы следует искать в древних текстах. Нахичевань находится в 30 километрах от священной горы Арарат. Название города переводится как «Страна Ноя» или «Остановка Ноя». По легенде, когда ковчег праведника был в этих местах, из-под воды виднелись рифы. «Поверьте, это вершины гор!» – воскликнул он. И судно ударилось об одну из вершин, расколов её надвое. Эта гора получила название «Гора Веры». Но при чём тут гиганты? И как они связаны с Великим потопом? Клаус Дона – австрийский археолог-коллекционер феноменальных находок, которые не вписываются в привычную картину мира. Один из самых уникальных экземпляров его собрания – фрагменты костей огромного человека. Это абсолютно подлинный артефакт. Его размер и датировка бесспорны. Это мы нашли в Эквадоре – разрушенный человеческий скелет. Человек высотой 7 метров 60 сантиметров. Это человеческая пяточная кость. Часть отколота. Но ни одно животное, включая обезьян, не имеет костей такого рода. И вторая часть, которую можно идентифицировать – затылочная кость. Нижняя часть черепа. Выглядит точно так же, как и у нас, людей. Отличается лишь размером. Она в пять раз больше. Если учитывать, что люди в то время имели рост 1,5-1,6 метра, то в пять раз больше – это как раз 7,5 метров. Эти останки найдены в Эквадоре в 1964 году. Часть из них Клаус смог забрать с собой. Когда он показал их экспертам и медикам, они сильно удивились, но подтвердили, что кости могут принадлежать только человеку. Возраст находки – более 10 тысяч лет. Мало кто знает, но кости гигантов находят по всему миру. Однако целый скелет пока еще никто не нашел. Многие находки уничтожены или спрятаны. В документах историков, конкистадоров, например, у Кьеса де Леона, можно найти истории о том, что на побережье Эсмеральда и Эквадора находили человеческие скелеты, которые в пять раз больше, чем мы. И наши эксперты, исследуя эти кости здесь, приходили к мнению, что они очень похожи на человеческие кости, но их размер в пять раз больше, чем современный человек. Он невероятен. И Кьеса де Леона описывал такие скелеты. Клаус Дона знает, где могут находиться целые скелеты гигантов. В скором будущем он намерен провести там раскопки, чтобы представить человечеству убедительные доказательства существования расы исполинов. Американский археолог Дэвид Чайлдресс, приверженец альтернативной истории, согласен, что гиганты были на самом деле. Он объездил весь мир в поисках следов древних цивилизаций и считает, что нужно серьезнее относиться к древним текстам, в том числе и к тому, что там написано про гигантов. В книге Бытия говорится о том, что сыновья Божии спустились к людям на землю. Они были либо людьми огромного роста, либо представителями иных миров. Часто отмечается, что у них была большая продолговатая голова. В Библии говорится о том, что сыновья Божии увидели дочерей человеческих, и те показались им привлекательными. И нефилимы или анунаки брали их себе в жены. В Боливии Клаус Дона сделал еще одну странную находку. Захоронение людей ростом порядка 2 метров 60 или 2 метров 80 сантиметров. Но самое удивительное, у них необычные удлиненные черепа как раз такие, как описаны в Библии. Самое интересное, что в верхней части черепа у них, в отличие от нас, гомосапиенс, имеют связующую линию из трех костей. Они выглядели, как сегодня красиво выражаются, как яйцеголовые. Это совершенно необычный способ соединения костей верхней части черепа. То есть это ни в коем случае ни неандертальцы, и ни кроманьонцы, и ни гомосапиенс. Было бы очень интересно определить возраст этих скелетов и анализ ДНК, чтобы определить, что это за люди. Вытянутые черепа находят по всему миру. В Азии, Африке, Южной Америке. Считается, что обычным младенцам искусственно меняли форму черепа, чтобы она была удлиненной. С какой целью? Возможно, чтобы они выглядели как существующие в то время большие люди. Самую интересную находку, связанную с длинными черепами, мы сделали во время нашей первой поездки в Южную Америку, в Перу. В маленьком музее в городе Икка, носящем название «Богатство Девы Марии», там были экспонаты в одной витрине невероятной длины черепа. Но среди них были черепа, форму которых, и это подтвердили мне эксперты, невозможно объяснить лишь искусственным удлинением. Они в два раза длиннее, чем обычные человеческие черепа. И это абсолютно исключает искусственное удлинение. Возможно, эти люди были крупнее нас. Сегодня у Клауса достаточно свидетельств того, что на Земле 10-12 тысяч лет назад существовала другая цивилизация. Связанные с ней артефакты он находил повсюду. А по данным геологии, именно 10-12 тысяч лет назад произошел глобальный катаклизм, который можно назвать Великим Потопом. Не это ли событие описано в Библии? По оценкам Дэвида Чайлдресса, древним мегалитическим сооружениям, пирамидам и храмам лет не меньше. Это значит, что они стояли до Великого Потопа, тогда же, когда жили Исполины. Древние постройки, вроде города Бальбек в Ливане или комплекса Ассирион в Абидосе, расположенном в Южном Египте, представляют собой доегипетские руины, возникшие еще до появления династий. Им как минимум 10 тысяч лет, или даже больше. Кроме того, считается, что сфинксу также более 10 тысяч лет. Возможно, и пирамиды Хеопса, и другие пирамиды были построены в те же времена. Некоторые города Ассирийской империи находятся под водой, в Средиземном море. О цивилизации, существовавшей до потопа, современное человечество узнало от древнегреческого философа Платона. Он упоминал об Атлантиде, которая находилась в Атлантическом океане где-то между Азорскими и Багамскими островами. Платон писал о ней как о развитой морской державе, которая обладала мощнейшими технологиями. Предположительно, в Атлантиде, как и в Древней Римской империи, были летательные аппараты, высокие технологии, электричество, металлы и машины, которые позволили им создать эти воздушные суда. В Атлантиде, как предполагается, они назывались вайликси. Существовали различные виды этих кораблей. Некоторые из них имели форму сигар, представляли собой цилиндры с окнами по бокам, но крыльев у них не было. Другие по форме напоминали диск и были похожи на летающие тарелки. У других виман были крылья, и они очень сильно смахивали на современные самолеты. По некоторым данным, Атланты были великанами. Их рост достигал 5 метров. На закате своего существования они погрязли в войнах, вообразили себя богами, имеющими право порабощать других. Но внезапно произошла катастрофа. Ось Земли внезапно повернулась, и по всему миру начались извержения вулканов, мощные землетрясения, появились огромные цунами, которые стали обрушиваться на берега материков. В некотором смысле начался конец света, но жизнь продолжалась, и цивилизации смогли возродиться. Легенды о тех временах дошли до наших дней. Некоторые свидетельства о существовании этих цивилизаций можно обнаружить под водой, в Атлантическом и Тихом океанах. Так неужели мы находим останки атлантов? Или не все так просто? Джо Тейлор – палеонтолог, куратор музея окаменелостей в Кроссбайтоне, штат Техас. Здесь собраны разные экспонаты от костей динозавров до костей гигантов. Первую огромную кость Джо увидел в 1958 году. Тогда он вместе с одноклассниками был в музее, который сейчас принадлежит Техасскому университету. Тогда на экспозиции был человек 12 футов высотой. Кости, которые от него остались, также там были. Кости человека трех футов. Эта экспозиция была разрушена вандалами в 60-е годы, и никто не знает, что случилось с теми останками. Последние 20 лет Джо Тейлор увлекается поисками артефактов гигантов, и немало в этом преуспел. Он пришел к выводу, что на Земле действительно когда-то жили огромные люди. Их рост был от 3 до 9 метров, но некоторые достигали и 15-18 метров в высоту. Я держу в руках слепок ноги огромного человека. Вы видите, какой высокий он был? Вот здесь было бы его колено. По мнению исследователя, гигантские люди и животные вполне могли жить на Земле, потому что был более теплый климат, и, возможно, иная гравитация. Я думаю, они существовали и были такими большими, и намного-намного больше. В руках у Тейлора не настоящая кость, а ее копия из Папье-Маше. Он еще и художник-скульптор, и большинство экспонатов музея создал сам. Этот слепок кости-гиганта сделан по оригиналу из Египта, где в 50-х годах прошлого века во время строительства дорог находили огромные останки. Одна из этих костей была в длину 127 сантиметров. Мне прислали письмо с просьбой приехать и сделать слепок или скульптуру. Кость человека такого размера. Я сделал слепок. И вот, для примера, кость современного человека. Вы можете здесь видеть, что человек, которому принадлежала эта кость, был около 4,5 метров в высоту. Потолки здесь 2 метра 80. И его поясницы находятся примерно на этом уровне. Но где же подлинные кости-гигантов? По словам Джо Тейлора, эти останки очень быстро исчезают после раскопок и якобы теряются в музейных запасниках. Я был в Нью-Мехико, где в 1930-х годах находили кости человека ростом 3,5 метра. Не очень-то много, можно узнать об этом. Кости просто исчезли, то ли в каком-то музее, то ли были кем-то куплены. Но если вы отправитесь глубже, в Кловес, в Нью-Мехико, вы найдете места для захоронений от 3 до 3,5 метров в длину. Там много погребальных сувениров, и я подозреваю, что некоторые люди в захоронении – гиганты. Исследователь считает, что есть структуры, призванные скрывать информацию. Ведь приняв даже один из артефактов, науке пришлось бы полностью переписывать историю человечества. Напрасно считается, что мифы древних народов – выдумки. Востоковед Андрей Поляков уверен, что в их основе лежат реальные факты. Еще будучи студентом, Андрей увлекся поисками Ноева ковчега. Много лет он собирал информацию. Фотографии горы Арарат, рассказы очевидцев, сравнивал древнешумерские тексты и Ветхий Завет. В итоге Андрей пришел к выводу, что Ноев ковчег существовал на самом деле. Мало кому известно, что Великий потоп и спасшийся праведник описан еще в древнешумерских текстах. Там его зовут Утнапишти. А в летописях сказано, что к нему приезжал царь Гильгамеш. Реальное историческое лицо. Кстати, сам Гильгамеш, скорее всего, был гигантом. Он имел божественное происхождение. На три четверти был богом, на одну человеком. Гильгамеш – это персонаж, историческая личность, как ученые доказали, который, собственно говоря, совершил путешествие из Месопотамии к Ною. То есть, как известно, Ноя пережил потоп. Он под именем Утнапиштим. Зиусудра и прочие там имена имеются во всех этих месопотамских. Короче говоря, Гильгамеш отправляется к Ною, к Утнапиштим, за цветком бессмертия. Поскольку факт существования Гильгамеша бесспорен, то почему в то время не мог жить и Ной? А значит, и ковчег был реальностью. Согласно Библии, он пристал к горам Араратским. Естественно, все исследователи начинают свои поиски ковчега со священной горы. Вершина Арарата находится на территории Турции. Ее высота 5137 метров. Подняться на ее вершину несложно. Если смотреть с юга восхождения, именно оттуда сейчас разрешен один маршрут, то в основном это по нашей классификации альпинистской с трудом, можно так, с трудом единичка Б, то есть самая легкая. В верхней части маршрута, в самом верху, это метров 200-250 на кошках. Обычно на кошках, это уже июль-август. То есть там не нужно веревки, не нужно страховочных систем, а в принципе достаточно здоровья. Но есть масса других препятствий. Сегодня Арарат – это зона военного конфликта. Чтобы попасть туда, Андрей Поляков 10 лет добивался разрешения. В 2003 году он отправился в свою первую экспедицию. Она, кстати, стала еще и первой официально разрешенной российской экспедицией с 1916 года. Тогда Андрей планировал осмотреть 4 точки в районе Арарата, где по описаниям мог находиться Ноев ковчег. Одна из них – место в 30 километрах от горы, где по утверждению британского библейского археолога Рона Уайта и находилась древняя лодка. Для экспедиции Полякова она представляла наибольший интерес. Однако 10 лет назад попасть туда было непросто. Ну, чтобы было понятно, что мы находимся в Курдистане, там идет война, это примерно как наша Чечня, там без конца вот эти вот свалки, война, и террористы ходят по этому Арарату, почему-то они никого и не пускают. Это место находится в 30 километрах от Арарата. Но Библия гласит, что ковчег причалил именно к горам Араратским, а не к конкретной горе. Исследователи увидели огромное образование из окаменевшего дерева. Оно действительно напоминало корабль, палубу которого можно сравнить по размеру с футбольным полем. Интересной оказалась история появления этого ковчега на Арарате. Ее Полякову поведали местные жители. Курд мне рассказывает, что когда ковчег поднимался из-под земли, там же была вода стояла, и когда было землетрясение, вот эти две деревни, они высыпали туда, 48-й, помню, 47-й год, и этот корабль поднялся. И когда он поднялся, цвет электрической лампочки, он говорит, озарил это место. То есть тоже какая-то сила, это же не просто так. И они подумали, что это и есть вот ковчег. Сейчас корпус ковчега разделен на две части скалой. Над поверхностью земли он возвышается примерно на 2 метра, остальная его часть скрыта. Но Андрей Поляков сомневается, что это тот самый библейский ковчег. Его скептицизм разделяет и Владимир Шатаев, альпинист со стажем. Он исходил весь Арарат вдоль и поперек, поднимался на вершину 14 раз, 6 раз побывал тут и подробно изучил этот ковчег. По мнению Шатаева, это природное образование, каких полно на Арарате. Смотреть, если сверху на фотографии Арарата Большого и окружающих естественных таких каровых полостей или там скал, то можно увидеть несколько подобных вещей. Да, это одно из таких весьма похожих по размеру, прежде всего. Да, оно соответствует 150 метров длины. По мнению Шатаева, если бы ученые признали находку британского археолога, то это место было бы давно закрыто для туристов. Но в настоящий момент там процветает музей, который так и называется – Ноев ковчег. Ну, Уайт, да, он измерял приборы всевозможные, сканеры применял. Турки признали, построили даже музей там, много всевозможных там фотографий. Но практически ученые, которые ознакомились с этим, стали спорить и с Уайтом, и еще с рядом товарищей, они доказали, что это не может быть никогда, то образование естественным Ноевым ковчегом. По мнению исследователей, настоящий ковчег находится недалеко. Есть одно неисследованное ущелье на горе Ахор. Это место опасно из-за висячих ледников. Если что-то есть, то только внутри Ахора, внутри вот этого ледового кромешного ада, я бы так сказал. Потому что там какие уж там исследования, не знаю, можно вести, но надо. Потому что когда первый раз мы приехали с Игорем в Ахор, и он, между прочим, не случайно, он говорит, а мне надо с детишками поговорить. А что тебе? А я хочу с ними поговорить. А может быть, у них, они играли, пришли на ледник, и, может быть, ледник вынес какие-нибудь деревяшки от ковчега. Понимаете, заложена здравая мысль, в принципе. То есть, если в Ахоре что-то и рухнуло в свое время, то, значит, ледник все равно вытает или отдаст когда-то. Впрочем, природная опасность не единственная преграда. В Ахор не позволяют проникнуть турецкие военные. В этом районе постоянно происходят локальные конфликты. По мнению историка Владимира Дегтярева, они и организуются специально для того, чтобы не пускать к ковчегу ученых. Эта запретная зона находится на территории Турции. Шумерский ковчег, ковчег Зиусудра, царя города Сурупак, турки не дают посмотреть. И сами не лезут встать и боятся, потому что там было предупреждение, что ай-яй-яй. По убеждению исследователей, Ной в ковчег хранит в себе древнюю тайну. Подсказку следует искать в Библии. Ной собрал в свой ковчег каждой твари по паре. Но не нужно понимать это буквально. Скорее всего, речь идет о том, что были собраны образцы ДНК всего живого на планете Земля. То есть это цивилизация, которая клонировала человека и была заинтересована в том, чтобы его спасти. Просто-напросто, кроме семьи Ной, которая была небольшая, от которой довольно трудно было воспроизвести цивилизацию опять на тот же уровень, просто-напросто, я так понимаю, что были пробирки. Вот то, что мы сейчас знаем, геноинженерия. Смотрите, как вот дошла. Не исключено, что ковчег до сих пор содержит в себе этот уникальный груз. Там были загружены контейнеры. Контейнеры с генофондом. Там, я не знаю, в чем они видно в золоте, потому что в другом ни в чем не хранили. В золотых футлярах. Но никто не знает, чем может обернуться находка этих контейнеров. В армянской части Араратских гор бытуют древние поверья. Тот, кто потревожит ковчег, может сильно пострадать или даже погибнуть. Могут быть уничтожены те, кто полез в этот контейнер. Древние не применяли ядерное оружие. У них была другая система поражения, которая, в общем, работала, скажем, на принципе, электричеством. Согласно другой легенде, как только будет обнаружен Ноев ковчег, на земле наступит апокалипсис. То есть апокалипсис имеет цветок, когда уже все будет землетрясение, все, что написано там в Новом Завете, да, в книге Откровения Иоанна Богослова. Вот, и, конечно, когда мы спустились в 2003 году, и в 2004 году мы попали, вдруг я начинаю понимать, а если это вдруг, вот если мы его вдруг найдем, если он вдруг откроется, вот, он хранит, конечно, там знания определенные, то все уже практически. Почему я должен за это быть ответственным? Археологам известно, вокруг Арарата на территории Армении регулярно находят очень большие человеческие гости. Еще в советское время жителям местных населенных пунктов Ход и Лернарод попадались останки людей, чей рост достигал при жизни трех метров. Подтвердить или опровергнуть все эти рассказы собралась современная российско-армянская экспедиция 2009 года. Ученые поначалу опирались на устные свидетельства очевидцев. Однако сегодня найти безупречные, полностью сохранившиеся артефакты сложно. И все же исследователям повезло. Этот скелет был нами обнаружен без черепа. Практически сохранился один позвонок. Позвоночник. Один позвоночник, состоящий из нескольких позвонков. Мы, когда совершили обмеры, мы увидели, что этот позвоночник достигает полутора метров. Среди уцелевших фрагментов скелета тазовая кость, позвоночник, отдельные реберные кости. Ни черепа, ни ключиц в захоронении не было. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст находки составляет 11 тысяч лет. По предположению ученых, скелет принадлежал 17-летней девушке. На основании расчетов пропорций тела исследователи определили рост великанши. Мы предполагаем, что это был индивид трехметровый. Поскольку, ну, полтора метра позвоночник, еще, чтобы пропорционально было сложное тело, как раз нужно столько же, чтобы вот уравновесить. Да, и полтора на полтора это три метра получается. Но это предположительно. Еще одно захоронение великана было обнаружено в районе Лернарота, селение у подножья горы Арагац. В могиле рядом с великаном был скелет поменьше. Возраст находки не менее 11 тысяч лет. Это были останки двух представителей. Один был гигантского роста, ну, скажем так, роста трех-пяти метров. Предположительно. Опять-таки мы не утверждаем, мы просто гипотетически предполагаем. В Армении сохранились устные и письменные предания о великанах. Так, в жизнеописании Артемия Араратского, оставленного им самим, говорится, что в 18 веке местные жители находили кости, принадлежащие гигантам. В других армянских городах тоже находят кости намного большие по размеру, чем у современных людей. В Гюмри на территории Черной крепости были обнаружены огромные черепа и даже целые скелеты античного периода. Среди них были останки, принадлежавшие очень высокому человеку. Кроме того, его кости были очень толстыми. Я видел эти кости. Могу сказать, что это кости очень крупного человека. По оценкам археолога, рост великана был примерно метр девяносто два метра. И сегодня можно встретить на улице таких крупных людей. Но все же это большая редкость. Нельзя сказать, что в то время все были такими. Эти могилы по всей видимости принадлежали одному семейству, которые отличались крупным телосложением. По мнению эксперта, сложно причислить гигантом обладателя этого скелета. Но все же его параметры являются выдающимися даже в наши дни, а значит раньше его могли принимать за великана. Всегда идет процесс акселерации. Чем дальше в прошлое, тем человек был мельче. Те популяции, которые жили до нас тысячи лет назад, в среднем их рост составлял не больше 170 сантиметров. На территории Армении находят не только странные кости, но и удивительные сооружения, позволяющие предполагать существование на территории страны гигантов. Когда мы говорим о древних раскопках на территории Армении, то они, как правило, имеют крепостные стены, которые мы называем циклоповскими крепостями, потому что они построены из огромных камней, из необработанных клыб. Все они такие огромные, что многие ученые 19 века назвали их цикловскими, думая, что циклопы их принесли туда. На территории практически всей Армении встречаются развалины огромных сооружений. Их назначение неизвестно. Во мнении ученых, это могли быть с одинаковой вероятностью как крепости, так и космодромы. Но мегалитическая кладка свидетельствует о том, что это невозможно было бы сделать с помощью примитивных орудий труда. Одно из таких сооружений, которое может свидетельствовать о существовании допотопной цивилизации на территории Армении, Караунш. Согласно оценкам специалистов, он на три с половиной тысячи лет древнее английского Стоунхенджа и на три тысячи лет старше официального возраста египетских пирамид. То есть ему не менее шести тысяч лет. Предназначение памятника вызывает споры. Одни ученые полагают, что на мистической территории было святилище, другие, что там находилась обсерватория. Многие исследователи так и называют Караунш армянским Стоунхенджем. Ходила в дни осеннего и весеннего равноденствия, наблюдала, когда солнце восходит, я определила, что там есть ворота. В эти дни солнце восходит прямо в середине этих ворот. Значит, не случайно. Значит, это очень важно. те же жрицы, которые когда-то там что-то делали, то есть те, кто строили, для них очень важно было знать точку востока, когда солнце восходит, когда заходит. Понимаете? И я помню, что очень было интересно, когда через некоторое время в одной из этих дырок попало туда солнце. Понимаете? Мы были в восторге. Но дело в том, что местное население считало, что эти дырки сделаны для того, чтобы привязать скот. Все эти находки и легенды наводят на мысль, что на территории Армении некогда жили представители древней высокоразвитой цивилизации. И они были гигантами. Софья Сулим психотерапевт. Она лечит сеансами регрессивного гипноза. Это погружение в состояние, в котором человек может ясно видеть свое прошлое и даже предыдущие реинкарнации. Работа с подсознанием, когда человек погружается в иную, скажем так, реальность и начинает вспоминать в трансовом состоянии то, что с ним происходило до данного воплощения, реинкарнации. До этой реинкарнации. Результаты одного сеанса стали полной неожиданностью как для пациентки, так и для психотерапевта. Женщина жаловалась, что она часто смотрит на всех свысока, ей неинтересно бывать в кругу людей и бывает тесно и некомфортно в собственном теле. Регрессия позволила ей пережить необыкновенный опыт ощущения себя в теле гиганта. В одном из воплощений она видела себя очень-очень большим человеком, называем это иногда великанами, очень большим мужчиной, который жил среди себе подобных, но при этом он видел животные, растения и живые существа, которые были меньше. И она очень остро ощутила как это быть очень большим и как это смотреть на тех, кто меньше. Во время сеанса регрессии женщина ощущала, что где-то рядом есть такие же огромные люди. По ее описаниям она жила среди гигантов в некой общине. Все так же, как у нас, но только люди, с которыми она жила, были очень большими. Она говорила о том, что чувствует себя большой, сильной, уверенной и ощущает такое ощущение своей силы и некого превосходства и свободы. И говорила о том, что существовали люди или существа, другие существа, которые были гораздо меньше. И на фоне как раз этих существ, это ощущение силы, оно было более явно выражено. во время регрессии женщина, находясь в теле исполина, видела и маленьких людей. Ей было известно, что они боялись таких, как она, потому что гиганты легко могли травмировать небольших людей по неосторожности. Некоторые доходили до пояса, это были самые большие существа, которые она видела, а некоторые были где-то по коленам, и таких было большинство. Этот уникальный опыт позволил женщине быстро справиться с проблемой. По мнению Софьи Сулим, такое переживание не может быть просто выдумкой. Психотерапевт считает, что в нашем подсознании хранится память о прошлых жизнях. Если человек имел прошлые опыты воплощений, а это тоже уже практически доказано наукой, то он очень легко может оттуда в определенном состоянии получать информацию. Так кто же такие были гиганты? Откуда они появились на земле? Куда исчезли? Ответы на эти вопросы есть в древних текстах. В Библии говорится, что существовали гиганты, сыны Бога, которые спустились на землю. В Южной Америке сохранились сведения о живших там гигантах, которые были настолько прожорливы, что подвергали опасности существования людей, которые глотали все подряд. Я очень сильно подозреваю, что в Южной Америке были найдены кости, изучение которых доказало существование гигантов. И уже потом, после обнаружения костей, возникли легенды. Если они были такими большими, наверное, они были очень голодными. Такие истории люди рассказывают, но это на самом деле сказки, но они базируются на реальных находках. Библия. Первая книга бытия говорит, в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим и они стали рожать им. Это сильные и издавна славные люди. Гиганты жили примерно через 500 лет после Адама. Было много людей на земле и было много дочерей, которые родились в семье Адама. И эти сыны Божьи смотрели вниз на этих прекрасных девственниц и спускались на землю, чтобы жениться на них. Это было 5000 лет после Адама. И через тысячу лет после этого на земле начались проблемы. Тоже Библия? И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю. Разверзлись все источники великой бездны и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. 5000 лет после этого скрещения сверхъестественные сущности спустились на землю и вызвали всемирный потоп, чтобы уничтожило все потомство гигантов, которые приносили насилие на землю. Исчезновение динозавров это все из-за того потопа, а потоп из-за того, что боги хотели освободить землю от гигантов. Факт потопа легко проверить с помощью современных исследований. По утверждению известного археолога Майкла Кремо, периодически происходит катастрофа планетарного масштаба, уничтожающая все живое на земле. Современные палеонтологи вам скажут, что в истории жизни на земле, которая началась около 2 миллиардов лет назад, происходило около 6 серьезных катастроф, которые уничтожили большинство экземпляров того, что существовало на земле. Такие уничтожения происходили через каждые несколько сотен миллионов лет, последние из которых это уничтожение дизайна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первая цивилизация возникла в Шумере, ну не в Шумере, в Месопотаме, потом это вырвалось в Шумер, в Вавилон и прочее. При этом к пирамидам и другим мегалитическим сооружениям великаны не имеют никакого отношения. По этой версии огромные блоки передвигались с помощью технологий, которыми человечество не располагает. Принадлежали эти технологии тем, кого люди называли богами. Эти вот боги или могучие, да, у них была совершенно и звуком энергии поднимали. Он мог, так сказать, вот так рукой поголебать, вот этот с тысячетонной блок поднимался и плыл куда надо. Люди, которые были намного меньше ростом, обожествляли исполинов, поскольку не понимали их технологий. Однако боги, возможно, пришельцы с других планет, такие же люди, как и мы, только более технически развитые. Их проблема, по-видимому, заключалась в том, что на их планете закончились ресурсы, и тогда они прилетели на Землю. Поскольку сами они не хотели работать, им пришлось создать человека. Наша планета, ее просто прилетают вахтовики, грабят, улетают, прилетают, грабят, улетают. Они не возят с собой никаких инструментов, ну, у них есть инструменты, там, какие, ну, оружие, все это обязательно, но никаких, например, экскаваторов, чего-либо. Зачем? Они сейчас взяли, создали вот человека, например, метр восемьдесят, да, без башки, что называется. Он знает, что надо вытаскивать щебенку, оттаскивать там на дробилку там. По этой версии пришельцам были нужны биороботы, гиганты разного роста в зависимости от сложности работы. В результате экспериментов получились пяти, десяти и даже двадцатиметровые великаны. Гиганты создавались исключительно для работы под землей. В разных уголках планеты существует огромная, разветвленная, многокилометровая сеть туннелей. В основном все их бурили великаны, чтобы искать для богов полезные ископаемые. Они просто создают огромных людей, дают им, ну, такой, типа, огнемет, ну, не огнемет, ну, давайте назовем его лучемет, например, да. Вот вы видели метро, представляете себе, диаметр проходческой машины шесть метров, и вот это вот получается туннель метро. Вот эти шести, а под Южной Америкой вдоль проходят туннели, и начиная от шести метров и до двадцати метров диаметра. Их общая длина двадцать, пока известная, двадцать две тысячи километров. Они тут что делают? Это там вибрационный луч. Он дробит в гравии, проходят за один день, они проходили от ста до двухсот метров. По информации, собранной историком Владимиром Дегтяревым, великаны были бездетными. Их создавали искусственно, вероятно, с помощью генной инженерии. Затем плод вживляли женщинам, и те вынашивали детей. Для великанов существовали особые закрытые зоны проживания. Они работали за еду. Когда великаны становились немощны, их уничтожали и создавали новых. Но пока они приносили пользу своим богам, те обеспечивали им еду и быт. Вымерли великаны в тот момент, когда пришельцы внезапно покинули планету. Их когда бросили, ну там, представляете себе, они же здоровые махины, там все, им надо есть. А поставка еды, социальные пакеты, что называется, был лишены социального пакета. Они начали ловить людей. А кого другого они поймают в горах? Как ни странно, эти события нашли отражение в сказках и мифах разных народов мира. У германцев и скандинавов популярны истории о том, как великаны охотятся на людей в лесах. В какой-то момент люди не выдержали и объявили войну великанам. Поскольку те не могли размножаться, в скором времени их всех истребили. Что говорят, люди собрались и их забили камнями. Они уже к траву ели, все, понимаете? И дошло, наверное, до великанского каннибализма. Это все американские индейцы имеют знания о гигантах от 3 до 4,5 метров высотой. И когда индейцы поднимают руку вот так, это, так сказать, приветствие. Это для того, чтобы показать, что у них 5 пальцев, а не 6. Потому что 6 пальцев означает, что ты можешь относиться к гигантам. Все эти гиганты были убиты американскими индейцами тысячу или две тысячи лет назад. Единственный вопрос, почему боги внезапно покинули Землю? Есть мнение, что это произошло, когда они поняли, человек, получившийся в результате смешения богов и местных аборигенов, стал слишком быстро самостоятельно развиваться. Его пришлось признать разумным. Может быть, мы каким-то образом перешли тот порог интеллекта, за которым эксперименты над биологическим существом запрещены. Казалось бы, это абсолютно фантастическая гипотеза, основанная на паре сомнительных артефактов. Десять тысяч лет назад и раньше не было никаких разумных людей, тем более великанов. Но как тогда наука может объяснить вот эти бесспорные невероятные находки? В 1944 немецкий археолог Вальдемар Джулсрут в окрестностях мексиканского города Агамбара проводил раскопки древнего захоронения. Здесь он неожиданно и наткнулся на керамические статуэтки, изображающие доисторических животных, известных нам только по реконструкциям и фантастическим фильмам. Среди них были динозавры, брахиозавры, игуанодоны и даже тираннозавры. Вначале археолог решил, что эти фигурки попали в захоронение случайно. Однако, когда была проведена экспертиза, выяснилось невероятное. Этим фигуркам как минимум несколько тысяч лет. Считается, что люди в то время, даже 6 тысяч лет назад, ничего не знавшие палеонтологи, не могли сделать слепки динозавров. А там и есть глиняные статуэтки тираннозавров, и есть стегозавров, и гуанодонов, и бронтозавров. То есть, как современные палеонтологи их представляют? Либо они дожили до нашего времени, либо древние, которые лепили в то время, использовали какие-то знания, которые в то время были, видимо, какие-то книги, какие-то там у них древние учения, и просто делали пособия что ли для своих потомков. То есть, они никак не могут быть современной подделкой, как пытаются палеонтологи списать на них. Но откуда древний человек, который делал эти фигурки, мог знать, как выглядят динозавры, если их никогда не видел? Но еще более шокирующий вывод ученый вынужден был сделать, когда извлек из захоронения древние фигурки, которые изображали динозавра и человека вместе. Выходит, охотники на динозавров это не фантастика. Но неужели древний человек настолько древний, что жил в одно и то же время с динозаврами? Остается добавить, что участь немецкого археолога, заявившего о своей сенсационной находке, оказалось незавидно. Его обвинили в подтасовке исторических фактов и научном мошенничестве. Однако скандал быстро сошел на ней. Первая экспертиза, которая, по идее, должна была уничтожить ученого, обернулась его триумфом, ибо неожиданно она подтвердила древний возраст найденных фигурок. Казалось бы, после этого мировая наука должна была наброситься на эти фигурки и в поисках истины стереть их в глиняный порошок. Однако этого не произошло. Заговор молчания мировой науки вот уже почти 30 лет окружает эту сенсационную находку. мировой науки мировой науки